Послание к евреям И ковчег завета, обложенный со всех сторон золотом, и в нем сосуд золотой с манной, и же золоронов рассветший, и сквежали завета, а над ним хирургимы слава, осеняющее очистилище, о чем не время говорить подробно. При таком устройстве в первую спине постоянно входят священники, совершая служение, но во вторую один раз в год только первосвященник, не без крови, которую он приносит за себя и за грехи неедения народа. Этим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, пока существует первая скиния. Она есть притча для настоящего времени, согласно которой приносятся дары и жертвы, немогущие сделать совести совершенным воздающего служение Богу. Это только предписания, относящиеся к плоти, с яствами и питьями, и различными омовениями, наложенные до времени исправления. Христос же, придя как первосвященник будущих благ, через большую и совершеннейшую скинию, нерукозворенную, то есть не этого творения, и не через кровь козлов и тельцов, но через собственную кровь, вошел раз навсегда во святилище, приобретя вечное искупление. Ибо если кровь козлов и быков и петел телицы окроплением оскверненных освящает к чистоте плоти, тем более кровь Христа, который духом вечным принес в себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому. И поэтому он есть посредник нового завета, чтобы после смерти и его бывшей для искупления от преступлений, сделанных при первом завете, призванные получили обещанное вечное наследие. Ибо где завещание, там необходимо установление смерти завещателя. Завещание ведь действительно при наличии мертвых, потому что оно никогда не имеет силы, пока жив завещатель. Потому и первый завет не утвержден без крови. И действительно, когда Моисей огласил по закону каждую заповедь всему народу, он, взяв кровь тельцов и козлов с водой и шерстью багряной и сопом, окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, «Это кровь завета, который заповедал вам Бог, и окропил та же кровь и скинию, и все сосуды богослужебные, и по закону почти все освещается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Потому необходимо, чтобы отображение того, что в небесах, очищались этими средствами, а само небесное – жертвами лучшими. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище отображения истинного, но в самое небо, чтобы теперь предстать за нас пред лицом Божиим, не для того, чтобы многократно приносить себя, подобно как первосвященник, входит ежегодно с кровью чужой, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Теперь же, в конце веков, он явился один раз для устранения греха жертвой Своею. И как положено людям один раз умереть, а после этого суд, так и Христос, будучи принесен один раз, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его ко спасению. Глава 10.39. Глава 10.39. Глава 10.39. «Приношения и жертва за грех не были тебе благоугодны. Тогда я сказал, вот, я пришел, в книжном списке написано о мне, чтобы исполнить Божию волю твою». «Говоря сперва, жертва и приношения си сожжений, и жертвы за грех ты не восхотел, и тебе они не были благоугодны, те, что по закону приносятся». Он затем прибавил, вот, я пришел, чтобы исполнить волю твою. Он отменяет первое, чтобы установить второе. «По этой-то воле мы освящены принесением тела Иисуса Христа раз навсегда. И тогда, как каждый священник изо дня в день стоит, служа и принося много раз одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов, Он, принося одну жертву за грехи, навсегда воссел по правую сторону Бога, ожидая затем, пока не будут положены враги Его в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением сделал навсегда совершенными освящаемых. «Свидетельствует же нам и Дух Святой, ибо после того, как Он сказал, это завет, который я заключу с ними, после дней тех, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их. Он говорит, и греховых, и беззаконий их не вспомню более. А там, где отпущение грехов, нет уже и приношения за грех». Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище кровью Иисуса путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея священника великого над Домом Божиим, будем приступать с искренним сердцем в полноте веры, кроплением очистив сердца от лукавой совести и омыв тело водою чистой. Будем держаться исповедания надежды неуклонно, ибо верен обещавший. «И будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам, не оставляя собрания своего, как есть у некоторых обычаи, но призывая к бодрости, и тем более, чем ближе вы видите день. Ибо если, получив познание истины, мы произвольно грешим, то не остается уже жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Человек, отвердший закон Моисеев, без милосердия подвергается смерти на основании показаний двух или трех свидетелей. «Насколько худшего наказания, думаете вы, будет достоин тот, кто попрал Сына Божий и кровь завета, которую был освящен, не почтив ее, как святыню и оскорбив Духа Святого? Ибо мы знаем того, кто сказал, мне отмщение я воздам, и еще будет судить Господь народ свой. Страшно впасть в руки Бога Живого. «Вспоминайте прежние дни, когда вы, будучи просвещены, претерпели великий подвиг страдания, то выставляемый на показ в поношениях и притеснениях, то приняв участие в тех, кто находились в таком же состоянии. «Ибо вы и узником сострадали, и расхищение вашего имения принялись с радостью, зная, что есть у вас имущество лучшее и пребывающее. Не оставляйте же дерзновение вашего, которому принадлежит великое воздаяние, ибо терпение вам нужно, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, грядущий придет и не замедлит. «Но праведный мой верою жив будет, и если отступит, не благоволит душа моя к нему. Мы же не люди отступления к погибели, но люди веры к приобретению души». Глава 11.40 «Вера же есть твердое убеждение в том, на что мы надеемся, подтверждение того, чего мы не видим, ибо через нее получили доброе свидетельство древнее. Верою мы постигаем, что миры устроены Словом Божиим, так что из невидимого возникло видимое». Верою Авель принес Богу жертву, лучшую, чем Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, о дарах его свидетельствовал Бог, и ею по смерти он продолжает говорить. «Вера и Енох был переселен так, что не видел смерти, и не находили его, потому что переселил его Бог, ибо до переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. А без веры невозможно угодить, ибо приходящий к Богу должен уверовать, что он есть, и ищущим его он воздает». Вера и Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея построил ковчег для спасения дома своего. «Ею осудил он мир и стал наследником праведности по вере». Вера и Авраам поминовался призванию выйти в страну, которую он имел получить в наследие, и вышел, не зная, куда он идет. Вера и он поселился пришельцам в земле обетованной, как чужой, живя в шатрах, с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обещания. Ибо он ожидал града, имеющего твердые основания, и которого художник и строитель – Бог. Вера и сама Сара получила силу к принятию семени, и не по времени возраста, потому что она пошла верным обещавшего. Потому и от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. В вере умерли они все, не достигшие исполнения обещаний, но издали их, видели и приветствовали, и исповедали, что они чужие пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они вспоминали о том Отечестве, из которого вышли, они имели бы время вернуться. Но на самом деле они стремятся к лучшему, то есть к небесному. Потому Бог не стыдится их, чтобы называть себя их Богом, ибо Он приготовил им град. Веру и Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, получивший обещание, приносил единородного. Ему было сказано, «В Исааке наречется тебе семя». Он рассудил, что силен Бог из мертвых воскрешать. Потому Он и получил его обратно в предзнаменование. Верою и для будущего благословил Исаак Якова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого из сыновей Иосифа и поклонился Богу, опираясь наверх своего посоха. Верою Иосиф при кончине упомянул об исходе сынов Израилевых и заповедал о костях своих. Верою Моисея по рождении три месяца скрываем был родителями своими, потому что увидели они, что младенец прекрасен, и не устрашились повеления царя. Верою Моисея, став взрослым, отказался называться сыном дочери фараона, предпочтя страдать народом Божиим, чем иметь временное наслаждение грехом. Поношение Христова почти большим богатством, чем сокровища Египта, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись ярости царя, ибо он, словно видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и кропление кровью, чтобы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они чермное море, как пастуши, на что, покусившись, египтяне были поглощены. Верою пали стены Иерихона по семидневном обхождении. Верою Раа в блудница не погибло с непокорными, приняв разведчиков с миром. И что еще скажу? Ибо не достает мне времени, если я буду повествовать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Иефае, И Давиде, и Самуиле, и о пророках, которые через веру покорили царство, Творили правду, достигли обещаний, Заградили уста львов, Угасили силу огня, Избежали острия меча, Приведены были в силу от немощи, Стали крепкими на войне, Отразили полки чужих. Были женщины, Получившие мертвых своих воскресшими. Другие же были замучены, Отказавшись от освобождения, Чтобы достигнуть лучшего воскресения. Иные же испытали поругания и побои, А также узы и заключения. Были побиты камнями, Подвергнуты пытке, Перепилены, Умерли от меча, Провели жизнь в скитаниях, В овечьих шкурах, В козьих кожах, Терпя недостатки, Тесноту, страдания, Те, Которых мир не был достоин, Блуждали по пустыням, По горам, По пещерам И отверстиям земли. И все они, Получив доброе свидетельство, Через веру, Не вошли в обладание того, Что было обещано, Потому что Бог предвидел о нас Нечто лучшее, Чтобы они не без нас достигли совершенства. Глава двенадцатая, Двадцать девять. Поэтому и мы, Имея вокруг себя такое облако свидетелей, Отложив всякое бремя И легко опутывающий нас грех, Будем с терпением проходить Предлежащее нам поприще, Взирая на начальника И совершителя веры Иисуса, Который вместо Предлежавшей ему радости Претерпел крест, Пренебрегший посрамление, И воссел по правую сторону Престола Божия. Подумайте о претерпевшем От грешников Такое себе противоборство, Чтобы не обессилить вам, Изнемогая в душах ваших. Вы еще не до крови сопротивлялись, Подвязаясь против греха, И забыли то увещание, Которое обращено к вам, Как к сынам. Сын мой, Не пренебрегай наказанием Господним, И не изнемогай, Когда он обречает тебя, Ибо Господь, Кого любит, Того наказывает, И бьет он каждого сына, Которого он принимает. Терпите для вашего исправления, Как с сынами поступает с вами Бог, Ибо где тот сын, Которого не наказывает отец, Если же вы остаетесь без наказания, Которое общее всем, То вы незаконные дети, А не сыны. Притом, Если мы имели плотских наших отцов, Которые нас наказывали, И мы их уважали, Не гораздо ли более будем мы Подчиняться отцу духов, Чтобы жить? Ибо те для немногих дней Наказывали нас по своему усмотрению, Он же для нашей пользы, Чтобы нам иметь участие в его святости. Всякое же наказание в настоящее время Кажется не радостью, А печалью. Но впоследствии оно приносит Мирный плод праведности тем, Которые через него были научены. Поэтому Укрепите Опустившиеся руки И расслабленные колени, И прокладывайте прямые тропы Для ног ваших, Чтобы хромающее не совратилось, А лучше было бы исцелено. Ищите мира со всеми И освящения, Без которого никто не увидит Господа, Наблюдая, чтобы кто не лишился Благодати Божией, Чтобы какой горький корень, Вырастая, Не причинил вреда, И чтобы им не были осквернены многие, Чтобы не было какого блудника Или далекого от Бога, Как Исаф, Который за одно блюдо продал Своё первородство. Ибо вы знаете, Что и после того, Желая наследовать благословение, Он был отвергнут, Ибо он не обрёл покаяние, Хотя и со слезами искал его. Ибо вы не приступили к осязаемому И поглощающему огню, Ни к мраку, Ни к темноте, Ни к буре, Ни к звуку трубному, Ни к шуму словесному такому, О котором слышавшие просили, Чтобы не было сказано им больше ни слова. Ибо не могли они вынести того, Что было заповедуемо. Если и зверь прикоснётся к горе, Да будет побит он камнями. И так страшно было это явление, Что Моисей сказал, Я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону, И к граду Бога живого, Небесному Иерусалиму, И к тьмам ангелов В торжествующем собрании, И к церкви первородных, Вписанных на небесах, И к судьи всех Богу, И к духам праведных, Достигших совершенства, И к посреднику Нового Завета Иисусу, И к крови крапления, Говорящей лучше, чем кровь Авеля. Смотрите, не отвергните говорящего, Ибо если не избежали наказания те, Которые отвергли возвещавшего на земле, То тем более мы, Которые отвращаемся от того, Который с небес. Тогда его голос поколебал землю, Теперь же он обещал, говоря, Еще раз я потрясу не только землю, Но и небо. А слова «еще раз» Указывает на изменение колеблемого, Как сотворенного, Чтобы прибыло неколеблемое. Поэтому, принимая царство непоколебимое, Будем держаться благодати, Ею дослужим благоугодно Богу, С благоговением и страхом, Потому что Бог наш есть также огонь поедающий. Глава тринадцатая, двадцать пять. Братолюбие да пребывает. Гостеприимство не забывайте, Ибо через него некоторые, Не зная, оказали гостеприимство ангелам. Вспоминайте о вузниках, Как бы с ними вместе заключенные, О страждущих, как бы и сами находящиеся в теле. Брак да будет честен во всем, И ложа непорочна, Ибо блудников и прелюбодеев Будет судить Бог. Имейте нрав несребролюбивый, Довольствие с тем, что есть. Ибо он сам сказал, Я тебя не оставлю, И тебя не покину. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, И не убоюсь, Что сделает мне человек? Помните начальников ваших, Которые говорили вам Слово Божие, Взирая на исход их жизни, Подражайте их вере. Иисус Христос вчера, И сегодня, И вовеки тот же. Не давайте себя увлекать учениями, Различными и чуждыми, Ибо хорошо, чтобы их сердца Укреплялись благодатью, Не яствами, От которых предавшиеся им не получили пользы, Мы имеем жертвенник, От которого не имеют права Вкушать служащие скинии, Ибо тела животных, Кровь которых первосвященникам Вносится в освятилище, В жертву за грех, Сжигаются вне стана, Поэтому и Иисус, Чтобы осветить народ Своей собственной кровью, Пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, Нося его поругание, Ибо мы не имеем постоянного града, Но ищем будущего. Поэтому будем всегда приносить Через него Богу жертву хвалы, То есть плод уст, Славящих имя Его. О благотворительности И общении не забывайте, Ибо такие жертвы Благоугодны Богу. Повинуйтесь начальникам вашим И будьте им покорны, Ибо они неусыпно пекутся О душах ваших, Как имеющие дать отчет, Чтобы они это делали с радостью, А не воздыхая, Ибо это для вас не полезно, Молитесь о нас, Ибо мы уверены, Что имеем добрую совесть, Во всем желая вести себя хорошо. Особенно же прошу это делать, Чтобы я скорее возвращен был вам. Бог же мира воздвигший из мертвых, Великого пастыря овец кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса, Досоделает вас во всяком добре способными К исполнению воли Его, Производя в нас благоугодное пред Ним через Иисуса Христа, Которому слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, Примитесь терпением это слово увещание, Ибо я и написал вам вкратце. Знаете, что брат наш, Тимофей, освобожден, Я вместе с ним, если он скоро придет, Увижу вас. Приветствуйте всех начальников ваших И всех святых. Приветствуют вас те, которые из Италии. Благодать со всеми вами. Послание Иакова. Новый перевод для сравнения. Глава первая. Двадцать семь стихов. Иаков, брат Бога и Господа Иисуса Христа, Двенадцати коленом находящимся в рассеянии, Радоваться. Всякий раз, когда впадете в различные искушения, Сочтите это для себя великой радостью, братья мои, Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Но терпение пусть имеет совершенное действие, Чтобы были вы совершенны и не повреждены, Без всякого недостатка. Если же у кого из вас не достает мудрости, Допросит у Бога, дающего всем просто и не укоряя, И будет дано ему. Но допросит в вере, немало не сомневаясь, Ибо сомневающийся подобен волне морской, Поднимаемой ветром и колеблемой. Пусть не думает такой человек, Что он получит что-либо от Господа. Муж с раздвоенной душой Не тверд во всех путях своих, Брат униженный дохвалится высотою своей, А богатый унижением своим, Потому что как свет на траве пройдет он, Ибо восходит солнце со зноем, И иссушает траву, и свет ее опадает, И красота вида ее погибает, Так увянет и богатый в путях своих. Блажен муж, который переносит искушение, Потому что, став испытанным, Он получит венец жизни, Которой обещал Господь любящим его. В искушении пусть никто не говорит, Меня искушает Бог, Ибо Бог недоступен искушению злом, И сам не искушает никого. Но каждый подвергается искушению, Увлекаемой и обольщаемой собственной похотью. Затем похоть за тебя врождает грех, А грех, будучи совершен, Порождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный Не сходит свыше от Отца Светов, У которого нет изменения и ни тени перемены. Он восхотел, родил нас словом истины, Чтобы нам быть неким начатком его созданий. Знайте, братья мои возлюбленные, Да будет всякий человек скор на слышание, Медленно слова, Медленно гнев, Ибо гнев человека не творит правды Божией. Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, В кротости примите насажденное вас слово, Могущее спасти души ваши. Будьте же исполнителями слова, А не только слушателями, Обманывающими самих себя. Потому что, если кто слушает слово и не исполняет, Тот подобен человеку, Рассматривающему природные черты Леса своего в зеркале. Посмотрел он на себя и ушел, И тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, Закон свободы и пребудет в нем, Будучи не слушателем забывчивым, Но исполнителем дела, Тот блажен будет в выполнении дела. Если кто думает, что он благочестив И не обуздывает языка своего, Но обманывает сердце свое, Благочестие того бесполезно. Благочестие чистое и непорочное Пред Богом и Отцом есть то, Чтобы посещать сирот и вдов в скорби их, Хранить себя неоскверненным от мира. Глава 2, 26. Братья мои, Не держитесь веры в Господа нашего Иисуса Христа, Господа славы, С лицеприятием. Ибо если войдет в ваше собрание человек С золотым перстнем в блестящей одежде, Войдет же и бедный в грязной одежде, Вы же посмотрите на носящего одежду блестящей И скажете, Ты сядь здесь, пожалуйста. А бедному скажете, Ты стань там или сядь у подножья моего. То не впали ли вы в противоречие с самими собой И не оказались ли судьями с мыслями дурными? Послушайте, братья мои возлюбленные, Не Бог ли избрал бедных мира Быть богатыми в вере и наследниками царства, Которое он обещал любящим его? Вы же обесчестили бедного, Не богатые ли притесняют вас, И не они ли влекут вас в суды? Не они ли хулят доброе имя, Нареченное над вами? Если, однако, вы исполняете закон царский по Писанию, Возлюби ближнего твоего, как самого себя, Вы хорошо делаете. Если же лицеприятствуете, Грех делаете, Обличаемое законом, как преступники. Ибо кто весь закон соблюдет, Но согрешит в одном, Тот во всем повинен. Ибо сказавший, Не прелюбодействуй, Сказал также, не убей. Если же ты не прелюбодействуешь, Но убиваешь, Ты преступник закона. Так говорите и так делайте, Как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость торжествует над судом. Какая польза, братья мои, Если кто говорит, что имеет веру, Дел же не имеет. Может ли такая вера спасти его? Если брат или сестра наги, И лишенный дневного пропитания, И скажет им кто из вас, Идите с миром, Грейтесь и питайтесь. Но не дадите им необходимого для тела. Какая польза? Так и вера, Если не имеет дел, Мертва сама по себе. Но скажет кто, Ты веру имеешь, А я дела имею. Покажи мне твою веру без дел, А я покажу тебе веру из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли узнать, О пустой человек, Что вера без дел недействительно? Авраам, отец наш, Не делами ли был оправдан, Возложил Исаака, Сына своего, на жертвенник? Ты видишь, Что вера действовала вместе с делами его, И делами вера доведена была до совершенства. И исполнилось Писание, Говорящее, Поверил Авраам Богу, И это было зачтено ему в праведность. И он был назван другом Божиим. Видите, Что делами оправдывается человек, А не верует только. Подобным же образом Ираав блудница, Не делами ли была оправдана, Приняв вестников, И отправив их иным путем? Ибо как тело без духа мертво, Так и вера без дел мертва. Глава третья, восемнадцать. Немногие делайтесь учителями, Братья мои, Зная, что мы примем Большее осуждение. Ибо все мы во многом спотыкаемся. Если кто словом не спотыкается, Тот человек совершенный, Могущий обуздать и все тело. Если мы коням вдеваем узду в рот, Чтобы они повиновались нам, То и всем телом их мы управляем. Вот и корабли, Как бы велики они ни были, И хотя бы и носились сильными ветрами, Направляются совсем маленьким рулем, Куда решает воля кормчива. Так и язык. Маленький член, А много хвастается. Вот какой малый огонь Зажигает великий лес. И язык огонь, Этот мир неправды. Язык помещается между нами, Нашими членами, Оскверняет все тело И воспламеняет круг жизни, Будучи сам воспламеняем Геенную. Ибо всякое естество, Как зверей, Так и птиц, Как пресмыкающихся, Так и морских животных, Укращается и укращено Естеством человеческим. А языка укротить Никто из людей не может. Неугомонное зло, Он полон яда смертоносного. Им мы благословляем Господа и Отца, И им мы проклинаем людей По подобию Божию созданных. Из тех же уст Исходит благословение И проклятие. Не должно, Братья мои, Чтобы это было так. И изводит ли источник Из одного и того же Отверстие Сладкое и горькое? Может ли, Братья мои, Смоковница, Произвести маслины И виноградные лоза Смоквы? Не может и соленый источник Произвести сладкую воду. Кто между вами мудр и разумен? Пусть покажет добрым поведением Дела свои в кротости И в мудрости. Но если имеете в сердце Вашим горькую зависть И своеволие, Не превозноситесь И не лгите на истину. Это не есть мудрость Свыше нисходящая, Но земная, Душевная, Бесовская. Ибо где зависть И своеволие, Там не устройство И всякое худое дело. Но та мудрость, Которая свыше, Во-первых, чиста, Затем мирна, Снисходительна, Послушлива, Полна милосердия И добрых плодов, Беспристрастно, Нелицемерно. Плод же праведности В мире сеется теми, Которые творят мир. Глава 4. 17. Откуда враждебность И откуда столкновение Между вами? Не отсюда ли От наслаждений Ваших воюющих Членов ваших Вы вожделеете И не имеете, Вы убиваете И завидуете И не можете достичь, Вы входите В столкновение И воюете, Вы не имеете, Потому что не просите, Вы просите И не получаете, Потому что плохо просите, Для того, Чтобы на наслаждение Ваше истратить. Прелюбодействующее Не знаете ли, Что дружба с миром Есть вражда Против Бога? Итак, Кто захотел бы Быть другом миру, Тот становится Врагом Богу. Или вы думаете, Что напрасно Говорит Писание, До ревности любит Дух, Которого Бог Поселил в нас, Но он дает Большую благодать. Поэтому оно говорит, Бог гордым Противится, Смиренным же Дает благодать. Итак, Подчинитесь Богу, Противостаньте же Дьяволу, И убежит он от вас. Приблизьтесь к Богу, И он приблизится к вам. Очистите руки, Грешники, И омойте сердца, Люди с раздвоенной душой. Воскорбите, И восплачьте, И возрыдайте. Смех ваш Добратися в плач, И радость в печаль. Смиритесь пред Господом, И он вознесет вас. Не злословьте друг друга, Братья, Злословящий брата, Или судящий брата своего. Злословит закон. Если же ты судишь закон, Ты не исполнитель закона, Но судья. Один законодатель и судья, Могущий спасти и погубить. Ты же кто, Судящий ближнего? Но вот теперь вы, Которые говорите, Сегодня или завтра Мы отправимся в такой-то город, И проведем там год, И будем торговать, И получим прибыль. Вы, Которые не знаете, Что будет завтра, Что такое жизнь ваша, Ибо вы, Пар, Который ненадолго является, А затем исчезает, Вместо того, Чтобы говорить, Если угодно будет Господу, Мы и живы будем, И сделаем то или другое. Но теперь вы хвалитесь В своем самомнении. Всякая такая похвальба, Зло. Итак, Кто умеет делать добро И не делает, Тому грех. Глава пятая, Двадцать. Ну вот теперь вы богатые, Плачьте и рыдайте О надвигающихся на вас Бедствиях. Богатство ваше сгнило, И одежды ваши Изъедены молью. Золото ваше и серебро Проржавели, И ржавчина их будет Свидетельством против вас, И съест плоть вашу, Как огонь. Вы собрали сокровища В последние дни. Вот, Задержанная вами Плата работников, Собравших хлеб С полей ваших Вопиет, И крики жнецов Дошли до слуха Господа Саваофа. Вы предавались Роскоши на земле И жили в наслаждениях, Вы упитали сердца ваши На день заклания. Вы осудили, Убили праведного, Он не противится вам. Итак, Будьте долготерпеливы, Братья, До пришествия Господа. Вот земледелец Выжидает с долготерпением Драгоценного плода земли, Да коли он не получит Дождь ранний и дождь поздний, Будьте долготерпеливы, И вы укрепите сердца ваши, Потому что Пришествие Господа близко. Не жалуйтесь, Братья, Друг на друга, Чтобы не быть вам Осужденными. Вот судья стоит у дверей. Пример страданий И долготерпения, Братья, Возьмите пророков, Которые говорили Во имя Господне. Вот мы называем Блаженными тех, Которые терпели. О терпении Ева Вы слышали И намерение Господа Увидели, Потому что Многозмилости В Господь И милосердь. Но прежде всего, Братья мои, Не клянитесь Ни небом, Ни землей, Никакой другой Клятвой. Да будет же у вас Да, Да и нет, Нет, Чтобы вам Не подпасть Под осуждение. Страдает ли кто Между вами, Пусть молится. Бодр ли кто Между вами, Пусть призовет Пресвитера в церкви, И пусть помолится Над ним, Помазав его Елеем во имя Господа. И молитва веры Спасет болящего, И воздвигнет его Господь, И если он Соделал грехи, Будет Отпущено ему. И так Исповедайте Друг другу Грехи, И молитесь Друг за друга, Чтобы быть Исцеленными. Большую силу Имеет усиленная Молитва Праведного. Или я был Человек Подобный нам, И молитвой Помолился, Чтобы не было Дождя, И не было Дождя на земле Три года И шесть месяцев, И снова Помолился, И небо Дало дождь, И земля Произрастила Плод свой. Братья мои, Если кто Между вами Уклонится От истины И обратит Кто его, Пусть тот Знает, Что обративший Грешника Сложного Пути его Спасет Душу Его Из смерти И покроет Множество Грехов. Первое Послание Петра Новый Перевод Для сравнения Глава Первая Двадцать пять Сихов Петр Апостол Иисуса Христа Пришельцем В Рассеянии В Понте Галатии Каппадокии Асии Вихини Избранным По предведению Бога Отца В освящении Духом К послушанию И окроплению Кровью Иисуса Христа Благодать Вам И мир Да умножится Благословен Бог И Отец Господа Нашего Иисуса Христа По великой Своей Милости Возродивший Нас К надежде Живой Через Воскресение Иисуса Христа Из мертвых К наследству Нетленному И непорочному И неувидающему Сохраняемому На небесах Для вас Силой Божией Через веру Соблюдаемых К спасению Слово вы Хотя теперь Еще не видя Его Веруете И ликуете Радости Неизреченной И прославленной Достигая Цели Вашей веры Спасения Душ К этому К спасению Относились Изыскания И исследования Пророков Которые Предсказали О назначенной Вам благодати Они Исследовали На которые И на какое Время Указывал Бывший В них Дух Христа Заранее Свидетельствовавший О предстоящих Христу Страданиях И о Последующей За ними Славе Им Было Открыто Что не им Самим А вам Служило То Что теперь Возвещено Вам Через Благовествовавших Вам в Духе Святом Посланном С неба То Во что Желает Проникнуть Взорами Ангелы Поэтому Припаясь В чресло Ума Вашего Призвязь Возложите Совершенную Надежду На благодать Подаваемую Вам В откровении Иисуса Христа Как послушные Дети Не применяйтесь К прежним Похотям Бывшим В неведении Вашем Но Подобно Призвавшему Вас Святому И Сами Будьте Святы Во всем Поведении Ибо Написано Будьте Святы Потому Что Я Свят И Если Вы Призываете Как Отца Того Кто Нелицеприятно Судит Каждого По Делам То Со страхом Проводите Время Странствования Вашего Зная Что Нетленным Серебром Или Золотом Вы Были Искуплены От Суетной Вашей Жизни Унаследованной От Отцов Но Драгоценной Кровью Христа Как Непорочного И чистого Агнца Предназначенного Еще Прежде Основания Мира Наявленного В конце Времен Ради Вас Верующих Через Него В Бога Возвикшего Его Из Мертвых И Давшего Ему Славу Так Чтобы Вы Имели Веру И Надежду На Бога Очистив Души Ваши Послушанием Истине К Нелицемерному Братолюбию Сердцем Возлюбите Друг Друг Со Всей Силой Будучи Возрождены Не от Тленного Семени Но От Непленного Через Живое И Пребывающее Слово Божие Потому Что Всякая Плоть Как Трава И Всякая Слава Ее Как Свет На Траве Засохла Трава И Цвет Опал Но Слово Господне Пребывает Вовек А Это Есть То Слово Которое Возвещено Вам Через Евангелие Глава Нему К К К К К К К И сами, как камни живые, созидайте из себя дом духовный, чтобы быть вам священством святым для принесения духовных жертв, благоприятных Богу через Иисуса Христа. Потому что стоит в Писании, вот, я полагаю, в Сионе камень избранный, краеугольный, драгоценный, и верующий в него не будет посрамлен. И так вам, верующим, честь, а для неверующих камень, который отвергли строители, он сделался главою угла. И камень преткновения, и камень соблазна. Они притыкаются, не повинуясь слову, на что они и были определены. Но вы, род избранный, царское священство, народ святой, народ, взятый в удел, чтобы возвестить совершенство призвавшего вас из тьмы в дивный свой свет. Вы некогда не народ, теперь же народ Божий, некогда не помилованные, теперь же помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как странников и пришельцев, удаляйся от плотских похотей, воюющих против души, проводя добрую жизнь вашу между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как делающие злое, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. «Подчиняйтесь ради Господа всякому человеческому установлению, царю ли, как верховные власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания, делающих злое, и похвалы делающим доброе? Потому что такова воля Божия, чтобы вы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, а не как прикрывающие свободы зло, но как Божие рабы. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя почитайте. Слуги, подчиняйтесь со всяким страхом господам, не только добрым и снисходительным, но и суровым. Ибо это благодать, если кто по совести ради Бога переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо какая слава, если вы будете терпеть, подвергаясь ударам за проступки? Но если, делая добро и страдая, вы будете терпеть, это благодать перед Богом. Ибо на то вы были призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по стопам Его. Он греха не сотворил, и не было найдено лукавства в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил в ответ, страдая не угрожал, но предавал судящему праведно. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, чтобы мы, умерши для грехов, жили для праведности. «Язвами Его вы были исцелены, ибо вы были как овцы блуждающие, но возвратились теперь к пастырю и блестителю душ ваших». Перевод греческого слова «Епископос». Глава 3.22. Также и жены, подчиняйтесь своим мужьям, чтобы, если некоторые не повинуются слову, они поведением жен покорены были без слова, наблюдая чистое в страхе поведение ваше. «Отличием вашим да будет не внешнее украшение, плетение волос и обвешивание себя золотом или ношение нарядных одеяний, но сокровенное сердце человек в нетлении кротского и тихого духа, что драгоценно пред Богом. Так ведь некогда и святые жены, возлагавшие надежду на Бога, украшали себя, подчиняясь своим мужьям. Как Сара повиновалась Аврааму, называя его господином, вы стали детьми ее, делая добро и не смущаясь никаким страхом. Также мужья, живите благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодати жизни, чтобы не было помехи вашим молитвам. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, миренно-мудренны. Не воздавайте злом за зло или злословием за злословием. Напротив, благословляйте, потому что вы к тому были призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто хочет любить жизнь и видеть дни добрые, да удержит язык от зла и уста от речей лукавых, да уклонится от зла и доделает доброе, да взыщет мира и да устремится к нему. Потому что очи Господни обращены к праведным и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих злое. И кто причинит вам зло, если вы будете ревнителями добра, но если бы и пришлось вам страдать за правду, блаженны вы, страха же их не бойтесь и не смущайтесь. Но светите Христа, как Господа в сердцах ваших, готовые всегда к ответу каждому, кто требует у вас отчета в вашей надежде. Но делайте это скротостью и страхом, имея добрую совесть, чтобы в том, за что вас злословят, посрамлены были и поносящие ваше доброе поведение во Христе. Ибо лучше страдать, делая добро, если бы была на то воля Божия, чем страдать, делая зло. Потому что и Христос один раз умер за грехи, праведный за неправедных, чтобы нас привести к Богу. Был умершлен во плоти, но оживлен в духе. В нем он и духом в темнице пошел проповедать, некогда непокорным, когда долготерпение Божие ожидало водниное, пока строился ковчег, в котором немногие, то есть восемь душ, были спасены сквозь воду, которая и вас теперь спасает, как исполнение прообраза крещения, которое не есть удаление нечистоты плоти, но обязательство доброй совести перед Богом через воскресение Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает по правую сторону Бога, и которому подчинились ангелы и власти и силы. Глава 4, 19. Итак, как Христос пострадал плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, потому что пострадавший плотью перестал грешить, чтобы прожить остающееся во плоти время уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольна, что вы в минувшее время исполнили волю язычников, проведя жизнь в распутстве, похотях, винопитии, излишестве, в пище и питье и преступном идолослужении. Поэтому они и удивляются тому, что вы не бежите с ними на тот же разгул и хулят вас. Они дадут отчет, готовому судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было возвещено Евангелие, чтобы они подверглись суду, как люди во плоти, но жили бы по Богу в духе. Но конец всему близок. Итак, будьте целомудренны и трезвы в молитвах. Прежде всего, имейте друг ко другу усердную любовь, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте гостеприимны друг ко другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил. Как хорошие домостроители многообразной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Чтобы во всем прославлен был Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. Возлюбленные, не удивляйтесь огню, который среди вас или испытания вашего посылается. Как будто происходит с вами нечто странное. Но поскольку вы участвуете в страданиях Христовых, радуйтесь, Чтобы и в откровении славы Его возрадоваться вам с ликованием. Если вас поносят за имя Христова, блаженны вы, Потому что дух славы и дух Божий на вас почивает. Пусть никто из вас не страдает, как убийца или вор, Или делающий злое, или как вмешивающийся в чужие дела. Да, если же как христианин, да не сцедиться. Но да прославляет Бога за это имя, Потому что время начать о суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начинается, Какой конец непокорным Евангелию Божию? А если праведный едва спасается, То нечестивый и грешный где явится? И так, страждущие по воле Божией, Да предают верному Создателю души свои, Делая добро. Глава 5.14. Пресвитеров ваших прошу я, Сопресвитер и свидетель христовых страданий, И участник, имеющий открытие славы, Спасите стадо Божие, какое у вас, С бдительным вниманием, Не по принуждению, Но добровольно, как угодно Богу, И не ища постыдной наживы, Но из усердия, И не как господствующая над уделами, Но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, Вы получите неувидающий венец славы. Так же и молодые подчинятись пресвитерам, Все же, подчиняясь друг другу, Облекитесь смиренно-мудрее, Потому что Бог гордым противится, Смиренным же дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, Чтобы Он вознес вас в свое время. Возложите всякую заботу вашу на Него, Потому что Он печется о вас. Трезвитесь и бодрствуйте. Противник ваш, дьявол, Ходит, как лев рыкающий, Ищущий, кого поглотить. Противостаньте Ему твердой верой, Зная, что такие же страдания Постигают ваших братьев в мире. Бог же всякой благодати, Призвавший вас в вечную свою славу во Христе, Сам по кратковременном страдании вашем Усовершит вас, утвердит, укрепит, Соделает непоколебимыми. Ему держава во веки веков, Аминь. Через Силуана, верного, как думаю, брата, Я пишу вам вкратце, Увещая и свидетельствуя, Что это истинная благодать Божия, В которой и стойте. Приветствует вас церковь, Которая в Вавилоне, Избранная, как и вы, А также Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга поцелуем любви. Мир вам всем, которые во Христе. Второе послание Петра. Новый перевод для сравнения. Глава первая. 21 стих. Симеон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, Получившим в удел равноценную с нашей веру по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, Благодать вам и мир, Да умножится в познании Бога и Иисуса Господа нашего. Так как Божественная сила Его даровала нам все для жизни и благочестия, Через познание призвавшего нас по Его собственной славе и совершенству, Ими она даровала нам многоценные и величайшие обещания, Чтобы через них вы стали причастниками Божественного естества, Убегая от растления похотью, которая в мире. По тому самому и вы, приложив всякое старание, Проявите в вере вашей добродетель, В добродетели знания, В знании обладания собой, В обладании собой терпение, Терпение благочестия, В благочестии братолюбие, В братайлюбии любовь, Ибо это, если оно у вас есть и умножается, Не оставит вас праздными и бесплодными в познании Господа нашего Иисуса Христа, Ибо у кого этого нет, тот слеп по своей близорукости, Забыл об очищении прежних своих грехов, Поэтому тем более постарайтесь, братья, Делать твердым ваше звание и избрание, Ибо делая это, вы не споткнетесь никогда, Ибо так будет вам щедро предоставлен вход в вечное Царство Господа нашего Испасителя Иисуса Христа. Поэтому должно мне всегда напоминать вам об этом, Хотя вы это и знаете, и утверждены в настоящей истине. Но я считаю справедливым, пока я в этой палатке, Пробуждать вас напоминанием, Зная, что скоро отнимется эта палатка моя, Как и Господь наш Иисус Христос объявил мне, Палатка — образ временной жизни. Буду же стараться, чтобы вы могли и после моего исхода При каждом случае вспоминать об этом, Ибо мы поведали вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, Не последовав за хитро сплетенными баснями, Но как очевидцы его величия, Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, Когда принесся к нему от величественной славы такой голос, «Это, Сын мой, возлюбленный мой, В котором мое благоволение!» И этот голос, принесшийся с неба, Мы услышали, будучи с ним на святой горе, И пророческое слово имеет для нас большую твердость. Вы хорошо делаете, держась его, Как светильника, сияющего в темном месте, Доколе не начнет расцветать день, И утренняя звезда не взойдет в сердцах ваших, Зная прежде всего то, Что ни одно пророчество в Писании Не допускает частного объяснения, Ибо никогда пророчество не было произнесено По воле человека, Но люди, духом святым движимое, Изрекли его от Бога. Глава 2.22. «Были и уже пророки в народе, Как и между вами будут лжеучители, Которые ведут пагубные ереси, Отвергая и искупившего их владыку, Наводя на себя самих скорую гибель. И многие последуют их распутству, И через них путь истины будет в поношении, И из любостяжания с обманчивыми словами Они будут наживаться на вас. Приговор над ними давно в силе, И гибель их не дремлет. Ибо если Бог не посидел согрешивших ангелов, Но низвергнув в ад, Буквально в Тартар, Предал их в пещеры мрака, Чтобы быть им под стражей для суда, И не посидел древнего мира, Но сохранил восемь душ, И среди них Ноя, Глашатая праведности, Наведя потоп на мир нечестивых. И города Содомские и Гоморские Осудил на разрушении, Превратил в пепел, Как прообраз будущих нечестивцев. А праведного лота, Угнетенного распутным поведением Беззаконников избавил, Ибо этот праведник, Живя среди них, Тержал изо дня в день Праведную свою душу, Видя и слыша беззаконные дела. То знает Господь, Как избавлять благочестивых От искушения, А неправедных, Как подлежащих наказанию, Держать под стражей на день суда, Особенно тех, Которые в скверных похотях Идут за плотью И презирают владычество. Наглецы своенравные, Они бестрепетно хулят Славы там, Где ангелы, Превосходя их крепостью и силой, Не произносят на них Пред Господом Оскорбительного суда. Они же, Как бессловесные животные, Которые по естеству Рождены, Чтобы быть уловленными И уничтоженными, Хулят то, Чего не знают. Они будут уничтожены, Как и те уничтожаются, Страдая по заслугам За неправду. Они видят наслаждение В разгуле среди бела дня. Соромники и осквернители, Они предаются разгулу Сладострастие своем, Пиршествуя с вами. В глазах их только Прелюбодейки И непрестанный грех. Они уловляют Неутвержденные души. Сердце у них Приучено к любостяжанию. Они Дети проклятия. Оставляя прямой путь, Они заблудились, Последовав пути Валаама, Сына Виора, Который возлюбил Мзду неправедную. Но был облечен В своем беззаконии. Бессловесное, Вьючное животное, Провещав человеческим голосом, Помешало безумию пророка. Это безводные источники И туманы, Вихрем гонимые. Им приготовлен Мрак тьмы. Ибо, произнося Надутые, Суетные слова, Они уловляют В плоские похоти, В распутство тех, Которые с трудом Избегают Живущих в заблуждении, Обещая им свободу, Сами будучи Рабами тления. Ибо кто и кем побежден, Тот тому и раб. Ибо если избежав Скверн мира Через познание Господа И спасителя Иисуса Христа, Они снова Опутаны ими И побеждены, То для них Последнее Стало хуже Первого. Ибо лучше Было бы им Не познать Пути праведности, Чем познав, Возвратиться Назад от Преданной им Святой заповеди. Случилось С ними То, О чем Говорится В этой Верной Пословице. Пес Возвратился На свою Блевотину, И Вымытая Свинья Идет Валяться В грязи Глава Третья Восемнадцать Это уже Второе Послание Пишу Вам Возлюбленные В них Напоминанием Пробуждаю Вашу Чистую Мысль Чтобы Вы Вспомнили Слова Прежде Сказанные Святыми Пророками И Переданную Апостолами Вашими Заповедь Господа И Спасителя Прежде Всего Знайте Что В последние Дни Придут Насмешники Сглумлением Поступающие По собственным Своим Похотям И Говорящие Где Обещание Пришествия Его Ибо С тех Пор Как Умер Ляться И все Остается Так От начала Создания Ибо От них Когда Они Того Хотят Остается Скрытым Что Небеса И Земля Были Из Древле Из Воды И Водой Составлены Божьим Словом Через Них Тогдашний Мир Погиб Затопленный Водою То есть Воду И Слово Божие А Нынешние Небеса И Земля Сохранены Тем же Самым Словом Для Огня Будучи Сберегаемы На день Суда И Гибели Нечестивых Людей Но Это Одно Пусть Не Остается Скрытым От Вас Возлюбленные Что Один День У Господа Как Тысяча Лет И Тысяча Лет Как Один День Не Медлит Господь Исполнением Обещания Как Некоторые Считают То Промедлением Но Оказывает Вам Долго Терпение Не Желая Чтобы Кто Погиб Но Чтобы Все Пришли К Покаянию Придет же День Господень Как Вор В Этот День Небеса Шумом Пройдут Стихи Жераскаленные Будут Растворены И Земля И Все Дела На Ней Будут Сожжены По Некоторым Древним Рукописям Будут Обнажены Если Все Это Будет Так Разрушено То Как Как Должно Быть Святом Поведении И Благочестии Вам Ожидающим И Ускоряющим Пришествие Дня Божия Ради Которого Небеса Будут Растворены В Огне И Раскаленные Стихии Будут Расплавлены Но По Обещании Его Мы Ожидаем Новых Небес И Новой Земли На Которых Обитает Праведность Потому Возлюбленные Ожидая Этого Постарайтесь Чтобы Он Нашел Вас Без Пятна И Без Порока В Мире И Долготерпение Господа Нашего Считайте Спасением Как И Возлюбленный Брат Наш Павел По данной Ему Премудрости Написал Вам Как И Во всех Посланиях Когда Он Говорит В них Об Этом В них Есть Нечто Трудно Поддающееся Пониманию Что Невежды Неутвержденные Извращают Как И Прочие Писания К Собственной Своей Гибели И Так Вы Возлюбленные Зная То Заранее Берегитесь Чтобы Вам Не Быть Увлеченными Заблуждением Беззаконников И Не Отпасть От Своей Твердости Но Возрастайте В Благодати И Познании Господа Нашего И Спасителя Иисуса Христа Ему Слава И Теперь И В День Вечный Аминь Первое Послание Иоанна Новый Перевод Для Сравнения Глава Первая Десять Стихов О том Что Было От Начала Что Мы Слышали Что Видели Своими Глазами Что Мы Созерцали И Что Иисусом Христом И Это Мы Пишем Чтобы Радость Ваша Была Полна И Вот Весть Которую Мы Слышали От Него И Возвещаем Вам Бог Есть Свет И И Нет В нем Никакой Тьмы Если Мы Говорим Что Имеем С Ним Общение А Ходим Во Тьме Мы Лжем И Не Поступаем По Истине Если Жа Ходим Во Свете Подобно Как Сам Он Во Свете То Имеем Общение Друг С Другом И Крови Иисуса Сына Его Ощищает Нас От Вся Кого Греха Если Мы Говорим Что Не Имеем Греха Мы Сами Себя Обманываем И Истины Нет В Нас Если Мы Исповедуем Грехи Свои Он Верен И Праведен Простить Нам Грехи И Очистить Нас От Всякой Неправды Если Мы Говорим Что Мы Не Согрешили То Делаем Его Лжецом И Слова Его Нет В Нас Глава 2 29 Дети Мои Это Пишу Вам Чтобы Вы Не Грешили А Если Бы Кто Согрешил То Мы Имеем Ходатаем Перед Отцом Иисуса Христа Праведного Или Защитником В Греческом Подлинке Стоит То Слово Которое В Иоанне Употребляется Святом Духе И Переводится Утешитель И Сам Он Есть В Милостивлении За Грехи Наши И Не Только За Наши Но И За Грехи Всего Мира А Что Мы Познали Его Мы Узнаем Из Того Что Соблюдаем Его Заповеди Кто Говорит Я Познал Его И Заповеди Его Не Соблюдает Тот Лжец И Нет В Нем Истины А Кто Соблюдает Слово Его В Том Воистину Любовь Божия Совершенна Из этого Мы Узнаем Что Мы В Нем Кто Говорит Что Пребывает В Нем Тот Должны Сам Поступать Так Как Он Поступал Возлюбленные Не заповедь Новую Пишу Вам Но Заповедь Древнюю Которую Вы Имели От Начала Заповедь Древняя Есть Слово Которое Вы Слышали Но Притом И Заповедь Новую Пишу Вам Что Есть Истина В Нем И В Вас Потому Что Тьма Проходит И Свет Истины Уже Светит Кто Говорит Что Он Во Свете И Брата Своего Ненавидит Тот Во Тьме И До Ныне Кто Любит Брата Своего Тот Пребывает Во Свете И Нет В Нем Соблазна А Кто Ненавидит Брата Своего Тот Во Тьме И Во Тьме Ходит И Не Знает Куда Идет Потому Что Тьма Освепила Ему Глаза Пишу Вам Дети Потому Что Отпущены Вам Того Кто От Начала Пишу Вам Юноши Потому Что Вы Победили Лукавого Я Написал Вам Дети Потому Что Вы Познали Отца Я Написал Вам Отцы Потому Что Вы Познали Того Кто От Начала Я Написал Вам Юноши Потому Что Вы Сильны И Слово Божие в вас пребывает, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца, потому что все, что в мире, похоть плоти, и похоть отчей, и гордость житейская, не от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, но творящий волю Божию пребывает вовек. Дети, последний час. И как вы слышали, что Антихрист грядет, и теперь появилось много Антихристов? Отсюда и знаем, что последний час. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, чтобы было явлено, что не все наши. Вы же имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, и что всякая ложь не от истины. Кто вжец, если не тот, кто отрицает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отрицающий Отца и Сына. Всякий, отрицающий Сына, не имеет и Отца. Исповедующий Сына имеет и Отца. Что вы слышали от начала, то да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. И это обещание Его, которое Он Сам обещал нам, жизнь вечная. Это Я написал вам о вводящих вас в заблуждение. А то помазание, которое вы получили от Него, пребывает в вас, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как Его помазание учит вас всему, и оно истинно и не есть ложь, то пребывайте в Нем, как оно научило вас. А теперь, дети, пребывайте в Нем, чтобы когда Он будет явлен, вы имели дерзновение и не были посрамлены пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведен, знайте, что и всякий, делающий правду, рожден от Него. Глава 3, 24. Посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы детьми Божиими, и мы уже дети Божии. Мир потому не знает нас, что не познал Его возлюбленные. Мы теперь дети Божии, и еще не явлено, что будем. знаем, что когда Он будет явлен, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, ощущает себя подобно тому, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он был явлен, чтобы взять грехи, и греха в нем нет. Всякий, пребывающий, в нем не грешит, всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, никто да не обманывает вас. Кто делает правду, праведен, как он праведен. Делающий грех от дьявола, потому что дьявол грешит от начала. Для того явлен был Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что от Бога рожден. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Так же и не любящий брата своего, потому что такова весть, которую вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. И почему убил его? Потому что дела его были злы, а брата его праведны. Не дивитесь, братья, если ненавидит вас мир. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Мы познали любовь в том, что он положил душу свою за нас. И мы должны полагать душу за братьев. А кто имеет достаток в мире и видит брата своего в нужде, и затворит от него сердце свое, как пребывает в нем любовь Божия? Дети будем любить не словом и не языком, но делом и истиной. Поэтому мы узнаем, что мы от истины, и успокоим пред ним сердце наше. В чем бы ни осуждало нас сердце, ибо Бог больше сердца нашего и знает все возлюбленное. Если сердце не осуждает нас, мы имеем дерзновение пред Богом. И что бы мы ни просили, получаем от Него, потому что заповеди Его соблюдаем и угодное пред Ним делаем. И заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга по заповеди, которую Он нам дал. И соблюдающий заповеди Его в нем пребывает и Он в том. И что Он пребывает в нас, мы узнаем по духу, которого Он нам дал. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много уже пророков вошло в мир. Глава 4, 21, стих 2. Вы познаете Духа Божия так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. И всякий дух, который не исповедует Иисуса, не есть от Бога. И это Дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он грядет. И теперь Он уже в мире. Вы же от Бога дети, и победили их, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, поэтому они говорят по-мирски. И мир их слушает. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому мы узнаем Духа Истины и Духа Заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Нелюбящий не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия была явлена в нас в том, что Бог послал в мир Сына Своего Единородного, чтобы мы получили жизнь через Него. Любовь в том, что не мы возлюбили Бога, но что Он возлюбил нас и послал Сына Своего, как умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если Бог так возлюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не созерцал. Если мы любим друг друга, Бог пребывает в нас, и любовь Его совершенно в нас. Что мы в Нем пребываем, и Он в нас, мы потому узнаем, что Он от Духа Своего дал нам. И мы созерцали и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем мира. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую Бог имеет к нам, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в Нем пребывает. Любовь достигла с нами такого совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что каков Он, таковы и мы в этом мире. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, а боящийся не совершен в любви. Мы любим, потому что Он Сам первый возлюбил нас. Если кто скажет, «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит», он лжец, ибо не любящий брата своего, которого он видел, не может любить Бога, которого не видел. И мы имеем эту заповедь от Него, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Глава 5, 21. Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит рожденного от Него, мы тогда узнаем, что любим детей Божиих, когда любим Бога и заповеди Его творим, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы заповеди Его соблюдали, и заповеди Его не тяжкие, потому что все рожденное от Бога побеждает мир. И это есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Он есть пришедший водою и кровью и Духом. Иисус Христос не водой только, но водою и кровью. И Дух есть свидетель, потому что Дух есть истина. Потому что есть три свидетеля, Дух и вода и кровь. И все три об одном. Если мы принимаем свидетельство людей, то свидетельство Божие больше, потому что это и есть свидетельство Божие, что Он засвидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божий имеет свидетельство в Себе Самом. Неверующий Богу сделал его лжецом, потому что не уверовал во свидетельство, которым Бог засвидетельствовал о Сыне Своем. А свидетельство в том, что Бог дал нам жизнь вечную. И это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы имеете жизнь вечную. А дерзновение, которое мы имеем перед Ним, в том, что если мы чего просим согласно воле Его, Он слышит нас. Если мы знаем, что Он слышит нас, чего бы мы ни просили, мы знаем, что имеем просимое, которое мы и спросили у Него. Если кто увидит брата своего согрешающего грехом не к смерти, пусть молится и даст ему жизнь. Говорю о согрешающих не к смерти. Есть грех к смерти, не о том грехе говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но тот, кто был рожден от Бога, хранит его, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, а мир в целом лежит во власти лукавого. Но мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам разумение, чтобы мы познавали истинного, и мы в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Второе послание Иоанна. Новый перевод для сравнения. Тринадцать стихов. Пресвитер, или старец, избранный госпожей детям ее, которых я люблю в истине, и не я только, но и все познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. С нами будет благодать, милость, мир от Бога Отца и от Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма возрадовался, что среди детей Твоих нашел ходящих в истине по заповеди, которую мы получили от Отца. И теперь прошу Тебя, госпожа, не как новую пишу Тебе заповедь, но ту, которую мы имели от начала, чтобы мы любили друг друга. И любовь в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это есть заповедь, как вы слышали от начала, чтобы вы по ней поступали. Потому что много обманщиков вышло в мир, не исповедующих Иисуса Христа, грядущего во плоти. Это обманщик и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы не потерять вам того, над чем мы потрудились. Но чтобы получить полную награду. Всякий, переходящий пределы и не пребывающий в учении Христовом, не имеет Бога. Кто пребывает в учении, тот имеет и Отца, и Сына. Если кто приходит к вам и не приносит этого учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его приобщается к злым делам его. Многое имею писать вам, но не желаю на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и поговорить устами к устам, чтобы радость наша, в некоторых древних рукописях, ваша, была полна. Приветствую тебя, дети, сестры твоей избранной. Третье послание Иоанна. Новый перевод для сравнения. Пятнадцать стихов Пресвитер или Старец Возлюбленному Гаию, которого я люблю в истине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты во всем преуспевал и здравствовал, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма возрадовался, когда приходили братья и свидетельствовали о твоей истине, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что мои дети ходят в истине. Возлюбленный, ты поступаешь как верный во всем, что ты делаешь для братьев, даже чужих, которые засвидетельствовали о твоей любви перед церковью. Ты хорошо сделаешь, если проводишь их, как должно, ради Бога. Ибо они ради имени вышли в путь, ничего не взяв от язычников. И так мы должны поддерживать таких, как они, чтобы стать нам соработниками истины. Я написал церкви, но любящий первенствовать у них диатреев не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о его делах, которые он делает, разнося она злые речи и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и препятствует желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражая злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога. Делающий зло, не видел Бога. Дмитрий имеет доброе свидетельство от всех и от самой истины. Свидетельствуем же и мы, и ты знаешь, что свидетельство наше истинно. Многое имел писать тебе, но не хочу писать тебе чернилами и тростью. А надеюсь, скоро увидеть тебя, и мы поговорим устами к устам. Мир тебе! Приветствую тебя, друзья! Приветствую друзей поименно! Послание Иуды Новый перевод для сравнения 25 стихов Иуда, раб Иисуса Христа, брат Якова, возлюбленным в Боге Отце и сохраненным для Иисуса Христа призванным. Милость вам и мир, и любовь, да умножатся! Возлюбленные, имея всяческое усердие писать вам об общем нашем спасении, я почел за нужный написать вам увещание, подвизаться за веру, раз навсегда преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издавна предназначенные на этот суд, нечестивые, превращающие благодать Бога нашего в распутство и отвергающие единого Владыку и Господа нашего Иисуса Христа. Но я хочу напомнить вам, уже все знающим, что Господь, спасший народ из Египта, погубил потом не поверовавших и ангелов, не сохранивших первоначального состояния, но покинувших свое жилище, Он сохранил под стражей в узах вечных, во мраке, на суд великого дня. Так Содом и Гомора и окрестные города, которые подобным образом предались блуду и пошли за плотью иною, поставлены как пример, подверженные наказанию огнем вечным. Подобным образом и эти, предаваясь сонным мечтаниям, оскверняют плоть, отвергают владычество, хулят славы. Когда же Михаил Архангел спорил с дьяволом и припирался о теле Моисея, он не посмел произнести оскорбительного суда, но сказал, да накажет тебя Господь. Они же все, чего не знают, то хулят, а всем, что знают по естеству, как бессловесное животное, тем растлеваются. Горе им, потому что они пошли путем Каина и за мзду совершенно предались заблуждению, как Валаам, и в восстании, как Корей погибли. Это они, пятно на ваших вечерях любви, когда пиршествуют с вами без страха, самих себя упитывая, они безводные облака, ветром носимые, они деревья осенние, бесплодные, дважды умершие, вырванные с корнем, они бурные волны морские, вздымающие пену своих срамот, они звезды блуждающие, которым мрак тьмы сбережен навек. И Енох, седьмой от Адама, изрек пророчество, и о них, говоря, «Вот пришел Господь со святыми ратями своими сотворить суд над всеми и обличить всех нечестивых во всех делах нечестия их, которые они нечестиво совершили, и во всех дерзких словах, которые сказали против него нечестивые грешники. Это робщущие, недовольные судьбой, они ходят по своим похотям, уста их изрекают надутые слова, они льстят ради выгоды. Вы же возлюбленные, вспомните слова, прежде сказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время будут насмешники, поступающие по своим нечестивым похотям. Это они производят разделение, они душевные, духа не имеющие. Вы же возлюбленные, устрояя самих себя на святейшей вашей вере, молясь в Духе Святом, сохраните себя в любви Божией, ожидая милость Господа нашего Иисуса Христа к жизни вечной. И к ним будьте милостивы, когда они сомневаются. Спасайте их, исторгая из огня. К иным же будьте милостивы со страхом, гнушаясь даже одеждою, оскверненной плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед лицом славы своей непорочными в ликовании единому Богу Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего. Слава, величие, держава и власть прежде всех веков и теперь, и во все веки. Аминь. Откровение Иоанна. Новый перевод для сравнения. Глава первая. Двадцать стихов. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему должно произойти вскоре, и которое он дал как знамение, послав через ангела своего рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа все, что он видел. Блажен читающий и слышащий слова этого пророчества и соблюдающие написано в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, Васии, благодать вам и мир от того, кто есть и кто был и кто грядет, и от семи духов, которые перед престолом его, и от Иисуса Христа, который свидетель верный, первородный из мертвых и начальник царей земных, любящему нас и избавившему нас от грехов наших кровью своею и соделавшему нас царством священниками Богу и Отцу Своему, ему слава и держава во веки веков. Аминь. Вот он грядет с облаками и увидит его всякое око и те, которые его пронзили, и о нем будут бить себя в грудь все племена земные. Да, аминь. Я Альфа и Омега, говорит Господь Бог, тот, кто есть и кто был и кто грядет, Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и царстве и терпении в Иисусе, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и свидетельство Иисуса. Я был в духе в день Господень и услышал позади себя голос великий, словно трубы, которая говорила, то, что видишь, напиши в книгу и пошли семи церквам в Ефес и в Смирну и в Пергам и в Феотиры и в Сарды и в Силадельфию и в Ладикию. И я обернулся посмотреть, голос говорил, который со мною, и, обернувшись, увидел семь светильников золотых и между светильниками подобного сыну человека, одетого в длинную и дано к одежду и по грудь опоясанного золотым поясом. Голова же его и волосы белы, как белая шерсть, как снег, и глаза его, как пламя огня, и ноги его подобны меди, словно раскаленные вовпичи, и голос его, как голос вод многих. И он держал в правой руке свои семь звезд, и из уст его исходил меч обоюдоострый, и облик его, как солнце, когда оно сияет в силе своей. И когда я увидел его, я упал к ногам его, как мертвый, и он поднял, положил правую свою руку на меня, говоря, не бойся, я первый и последний, и живущий, и я был мертв, и вот я жив во веки веков, и имею ключи смерти и ада. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и чему должно произойти после этого. Тайна семи звезд, которые ты видел в правой моей руке, и семи светильников золотых, семи звезд, ангелы семи церквей, и семь светильников семь церквей. Глава вторая, двадцать девять, и ангелу церкви в Ефесе напиши, так говорит держащий семь звезд в правой своей руке, ходящий между семью светильниками золотыми, знаю дела твои и труд и терпение твое, и что ты не можешь переносить злых, испытал называющих себя апостолами, а они не апостолы, и нашел их лжецами, и имеешь терпение и много перенес за имя мое, и не изнемог, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою, и так помни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься, но то у тебя есть, что ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу, имеющий уход услышит, что дух говорит церквам, тому, кто побеждает, я дам ему вкусить от древа жизни, которое в раю Божием, и ангелу церкви мир не напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и ожил, знаю твою скорбь и нищету, но ты богат, и хулу от говорящих, что они иудеи, а они не иудеи, но синагога сатаны, не бойся ничего, что тебе предстоит претерпеть, вот будет дьявол ввергать из среды вас в тюрьму, чтобы быть вам искушенными, и будете иметь скорбь десять дней, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, имеющий ухо, да услышит, что дух говорит церквам, тот, кто побеждает, не будет поражен вовсе смертью второй, и ангелу церкви в пергаме напиши, так говорит имеющий меч обоюдоострый, знаю, где ты живешь, там, где престол сатаны, и ты твердо держишься имени моего, и не отрекся от веры в меня даже в одни антипы, свидетели моего, верного моего, который был убит у вас там, где сатана живет, но имею немного против тебя за то, что ты имеешь там держащихся учения Валаама, который научил Валака поставить западню перед сынами Израилевыми, есть и доложертвенное, и блудить, так и у тебя есть подобным же образом держащиеся учения Николаитов, и так покайся, если же нет, приду к тебе скоро и сражусь с ними мечом моих, имеющий ухо, да услышит, что дух говорит церквам, тому, кто побеждает, я дам ему манны сокровенной, и дам ему белый камешек, и на камешке имя новое написанное, которого никто не знает, кроме получающего, и ангелу церкви в феотирах напиши, так говорит сын Божий, у которого глаза, как пламя огня, и ноги его подобны меди, знаю твои дела и любовь, и веру, и служение, и терпение твое, и что дела первых, но имею против тебя, что ты попускаешь женщине и изовеле, называющей себя пророчицей, она и учит и вводит в заблуждение моих рабов, чтобы они блудили и ели и доложертвенное, и я дал ей время, чтобы она покаялась, но она не хочет покаяться в блуде своем, вот я повергаю ее на одр страдания, и прелюбодействующих с ней скорбь великую, если не покаяться в делах ее, и детей ее убью смертью, и познают все церкви, что я испытующий внутренности и сердца, и воздам вам каждому по делам вашим, вам же говорю, прочим находящимся в театирах, всем, кто не имеют этого учения, которые не познали глубин сатаны, как они говорят, не налагаю на вас другого бремени, только то, что имеете, твердо держите, пока не приду, и тому, кто побеждает, и кто соблюдает до конца дела мои, я дам ему власть над язычниками, и он будет пасти их посохом железным, как сосуды глиняные они будут сокрушены, и как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющую ухо, да услышит, что дух говорит церквам, глава 3, 22, и ангелу церкви в сардах напиши, так говорит имеющий семь духов божиих и семь звезд, знаю твои дела, ты имеешь имя будто жив, но ты мертв, будь бодрствующим и утверди прочее, чему предстоит умереть, ибо я не нашел дела твои совершенными пред Богом моим, и так помни, как ты получил то, что имеешь, и как услышал, и храни, и покайся, если же не будешь бодрствовать, то я приду как вор, и ты не узнаешь, в который час приду на тебя, но у тебя в сардах есть немногие, которые не осквернили одеж своих, и будут ходить со мной в белом, потому что они достойны, тот, кто так побеждает, обличется в одежды белые, и я не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его предотцом моим и предангелами его, имеющий ухо, да услышит, что дух говорит царквам, и ангелу церкви Филадельфии напиши, так говорит святой истина, имеющий ключ Давидов, отворяющие никто не затворит, и затворяющие и никто не отворяет, знаю твои дела, вот я держу перед тобой дверь отверстую, никто не может затворить ее, потому что малую имеешь силу и соблюл мое слово и не отрекся от имени моего, вот я даю из синагоги сатаны из тех, которые говорят, что они иудеи, и они не иудеи, но лгут, вот я сделаю с ними, чтобы они пришли и преклонились пред ногами твоими и познали, что я возлюбил тебя, а как ты соблю слово терпения моего, соблюду и я тебя от часа искушения грядущего на всю вселенную, искусить живущих на земле, иду скоро, держи твердо, что имеешь, чтобы никто не забрал венца твоего, того, кто побеждает, я сделаю его столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя города Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухода услышит, что дух говорит церквам, и ангелу церкви владики напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало творения Божия, знаю твои дела, ты и не холоден, и не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих, потому что ты говоришь я богат и разбогател и ни в чем нужды не имею, и не знаешь, что ты несчастнее всех и жалок и нищ и слеп и наг, советую тебе купить у меня золото раскаленное в огне, чтобы тебе обогатиться и одежды белые, чтобы тебе одеться и чтобы не открылась срамота ноготы твоей и глазную мазь, чтобы помазать глаза твои, чтобы видеть всех, кого я люблю, я обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся, вот я стою у двери и стучусь, если кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним и он со мною, тому, кто побеждает, я дам ему сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да услышит, что дух говорит царквам, глава четвертая одиннадцать после этого я увидел и вот дверь отверстая на небе и тот голос первый, который я слышал словно трубы говоривший со мной сказал зайди сюда и покажу тебе чему должно произойти после этого и тотчас я был в духе и вот престол стоял на небе и на престоле сидящий и сидящий видом подобный камню яспису и сардису и радуга вокруг престола видом подобное изумруду и вокруг престола двадцать четыре престола и на престолах двадцать четыре старца сидящих облеченных в одежды белые и на головах их венцы золотые и от престола исходят молнии и голоса, и громы, и семь светочей огненных, горящих пред престолом, которые суть — семь духов Божиих. И пред престолом словно море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, полных глаз спереди и сзади, и первое животное подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо словно человеческое, и четвертое животное подобно орлу летящему, и четыре животных, каждая из них имела по шести крыльев кругом, и изнутри они полны глаз, и непрестанно день и ночь говорят «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, тот, кто был и кто есть и кто грядет». И когда воздают животное славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, то двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и повергают венцы свои пред престолом, говоря «Достоин ты, Господь и Бог наш, принять славу и честь и силу, потому что ты сотворил все, и по твоей воле все существовало и все создано». Глава пятая, четырнадцать. И я увидел в правой руке сидящего на престоле книгу, писанную изнутри и снаружи, запечатанную семью печатями. И я увидел ангела сильного, провозглашающего голосом великим, кто достоин раскрыть книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть книгу и посмотреть в нее. И я плакал много, что никто, что никого достойного не нашлось раскрыть книгу и посмотреть в нее. И один из старцев говорит мне «Не плачь! Вот победил лев из колена Иудина, корень Давидов, чтобы раскрыть книгу и семь печатей ее». И я увидел посредине престола и четырех животных и посреди старцев агнца стоящего, словно заклонного, имеющего семь рогов и семь глаз, которые суть, семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из правой руки сидящего на престоле. И когда он взял книгу, четыре животных и двадцать четыре старца пали предагнцам, имея каждый гусли, и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И они поют песнь новую, говоря «Достоин ты взять книгу и открыть печать ее, потому что ты был заклан и искупил Богу кровью твоей людей из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал их Богу нашему царством и священниками, и они будут царствовать на земле». Я увидел и услышал голос ангелов многих вокруг престола и животных и старцев. И было число их тьмы тем и тысячи тысяч, говорящих голосом великим, достоин огне закланный принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение. Всякое творение, что на небе и на земле и под землей и на море, и все, что в них, услышал я, как они говорили, сидящему на престоле и агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь», и старцы пали и поклонились. Глава шестая, семнадцать. «И я увидел, когда открыл агнец одну из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящая словно голосом грома «Иди!» «И я увидел, и вот конь белый, и у сидящего на нем лук, и дан был ему венец, и вышел он, побеждая, и чтобы победить. И когда он открыл вторую печать, я услышал второе животное, говорящее «Иди!» «И вышел другой конь огненно красный, и сидящим на нем дано ему было забрать мир с земли, и чтобы стали друг друга убивать, и дан был ему меч великий. И когда он открыл третью печать, я услышал третье животное, говорящее «Иди!» «И я увидел, и вот конь вороной, и у сидящего на нем весы в руке его, я услышал словно голос посреди четырех животных, говорящий «Мера пшеницы за динарий, и три меры ячменя за динарий, и лея, и вина не повреждай!» И когда он открыл четвертую печать, я услышал голос четвертого животного, говорящего «Иди!» «И я увидел, и вот конь, желто-зеленый, и сидящий на нем, имя ему смерть, и ад следовал за ним, и была дана ему власть на четвертой части земли, чтобы убить людей мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он открыл пятую печать, я увидел под жертвенником души умерщвленных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они голосом великим, говоря, «Да коли, владыка святой и истинной, ты не судишь и не мстишь за кровь нашу живущим на земле!» И дано было им каждому одеяние белое, и было сказано им, чтобы подождали еще малое время, да коли не будет пополнено число их и соработников их, и братьев их, которые будут убиваемы, как и они. И я увидел, когда он открыл шестую печать, и произошло великое землетрясение, и солнце стало черным, как вретище волосяное, и луна вся сделалась, как кровь, и звезды небесные упали на землю, как смоковница, потрясаемая великим ветром, сбрасывает незрелые смоклы свои, и небо отступило, как свиток, который свертывают, и всякая гора и остров были сдвинуты с мест своих. И цари земные, и вельможи, и тысячи начальники, и богатые, и сильные, и всякие раб и свободный скрылись в пещеры и в утесы гор, и говорят горам и скалам, падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, потому что пришел день великий, гнева их, и кто может устоять? Глава седьмая Семнадцать После этого я увидел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И я увидел другого ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воззвал он голосом великим к четырем ангелам, к тем, которые было дано причинять вред земле и морю, говоря, «Не причиняйте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, пока мы не запечатлеем рабов Бога нашего на челах их». И я услышал число запечатленных, сто сорок четыре тысячи запечатленных из всех колен Израилевых, из колена Иудина двенадцать тысяч запечатленных, из колена Рувимова двенадцать тысяч, из колена Гадова двенадцать тысяч, из колена Асирова двенадцать тысяч, из колена Нефалимова двенадцать тысяч, из колена Монассиина двенадцать тысяч, из колена Симеонова двенадцать тысяч, из колена Ливиина двенадцать тысяч, из колена Иссахарова двенадцать тысяч, из колена Завулонова двенадцать тысяч, из колена Иосифова двенадцать тысяч, из колена Вениаминова двенадцать тысяч, После этого я увидел и вот великое множество людей, которого исчислить никто не мог из всякого племени и всех колен и народов и языков. Они стоят пред престолом и пред агнцем, обреченные в одеяния белые и пальмовые ветви в руках их, и восклицают они голосом великим, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных и упали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря «Аминь! Благословение и слава и премудрость и благодарение и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь!» И начал один из старцев и сказал мне «Эти, облеченные в одеяния белые, кто они и откуда пришли?» И я сказал ему «Господин мой, ты знаешь». И он сказал мне «Это те, которые приходят от великой скорби и которые омыли одеяния свои и убелили их кровью агнца. Поэтому они пред престолом Божиим и служат ему день и ночь в храме его и сидящий на престоле раскинет шатер свой над ними. И они не будут больше голодать и не будут больше жаждать и не будет палить их солнце и никакой зной, потому что агнец посреди престола будет пасти их и поведет их на источники вод жизни и отрет Бог всякую слезу сочей их». Глава восьмая, тринадцать. И когда он открыл седьмую печать, сделалось молчание на небе, словно на полчаса. И я увидел семь ангелов, которые стоят пред Богом, и даны были им семь труп. И другой ангел пришел и стал у жертвенника, держа золотую кадильницу. И дана ему было много фимиама, чтобы он принес его с молитвами всех святых на золотой жертвенник пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых пред Богом. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и бросил на землю. И произошли громы, и голоса, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющих семь труп, приготовились вострубить. И первый вострубил, и сделали сград, и огонь, смешанные с кровью. И были брошены на землю, и треть земли сгорела, и треть деревьев сгорела, и всякая трава зеленая сгорела. И второй ангел вострубил, и словно великая гора огнем горящая, была брошена в море, и сделалась треть моря кровью. И умерла треть тварей в море, имеющих душу, и треть судов погибла. И третий ангел вострубил, и упала с неба великая звезда, горящая, как светоч, и упала на треть рек, и на источники вод. И имя звезды — полынь, и сделалась треть вод полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что воды стали горькие. И четвертый ангел вострубил, и поражена была треть солнца, и треть луны, и треть звезд, тем, чтобы треть их померкла, и день потерял бы на треть свой свет, и ночь также. И я увидел и услышал одного орла, летящего высоко в небе, говорящего голосом великим «Горе, горе, горе, живущим на земле от остальных трубных голосов, трех ангелов, которые будут трубить». Глава 9, 21. Глава 9, 21. Вышла саранча на землю, и дана была ей власть, как имеют власть земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не причинила вреда траве земной никакой зелени и никакому дереву, но одним только людям, которые не имеют печати Божией на челах. И дано было ей не убить их, но чтобы они мучимы были пять месяцев, и мучение от нее, словно мучение от скорпиона, когда он ужалит человека. И в дни те люди будут искать смерти, и захотят они умереть, а смерть убегает от них. И саранча по виду своему подобно коням, приготовленным на сражение, и на головах у нее словно венцы, подобные золоту, и лица у нее словно лица людей. И имела она волосы, словно волосы у женщин, и зубы ее были словно львиные, и она имела брони, словно брони железные, и шум крыльев ее, словно шум от колесниц, когда много коней бежит на сражение. И имеет она хвосты, подобные скорпионам, и жало, и в хвостах у нее власть ее причинять людям вред пять месяцев. Она имеет над собой царем ангела бездны, имя ему по-еврейски Аввадон, а на греческом языке он имеет имя Аполеон, губитель. Первое горе прошло, вот идут еще два горя после этого. И шестой ангел вострубил, и я услышал голос от четырех рогов жертвенника золотого, который перед Богом, говоривший шестому ангелу, тому, который имел трубу, развяжите...